приветствую всех на своем канале меня зовут ольга сегодня я решила вновь возобновить свои влоги то есть снимать к ну не каждый день конечно нет каждый день мне нечего будет просто показывать но с какой-то периодичностью снимать и сегодня у меня уже получается 2 августа да не понедельник я вот просто решила спонтанно что я буду сегодняшнего дня снимать почему прошлый раз когда я снимала последние свои видео где я много показывала и итоги показывала за июль и планы показывала на август и вышивку показывала и покупки показывала в общем много много было всякой информации у меня заняли съемки этого видео два часа два часа то есть я получается пол 11 начала готовиться к съемкам и пол первого я только встала и прибрала полностью все то есть два часа у меня ушло на подготовку и съемку видео потом я еще два часа монтировала это видео то есть но это с учетом того что моя скорость монтирования уже гораздо быстрее да я уже быстрее ориентируюсь где что добавить как убрать что там сократить и так далее звук и тому подобное а если бы я только-только была новичком у меня бы на это точно ушло больше половины дня но в общем не считая того что потом нужно пройти конвертацию потом нужно залить на youtube потом нужно еще раз прослушать проверить и в общем так много времени на большое видео уходит допустим будет большой в принципе в этом не проблема но снимать вот так долго снимать тратить время на эти съемки мне было ну скажем так дискомфортно я поняла что наверное лучше тогда начать снова снимать вот такие влоги да то есть эпизодами что-то снимать показывать вам по ходу продвижения и уже потом также постепенно монтировать и это будет проще быстрее потому что моя основная деятельность она проходит в первой половине дня а я прошлый раз потеряла получается как минимум два часа из этой половины дня да то есть ну для меня это ощутимо ощутимо поэтому поэтому я решила вот перейти пока снова на такие видео вы напишите обязательно как вы считаете какой формат вам больше нравится когда долго и много и сразу обо всем или когда постепенно да когда появляются какие-то новости и постепенно я рассказываю что у меня происходит так ну вот сейчас сегодня еще раз повторюсь второе августа и я решила начать снимать влог и насколько он продлится я не знаю он не будет неделю там до конца недели или еще как нет я просто сама решу когда я захочу прекратить снимать этот влог и выложить его на канал когда еще продолжать снимать да то есть будет так так ну и за те два дня то есть 31 я снимала видео которое как раз сегодня 2 августа выйдет на канал я снимаю с утра на канал еще не вышло это видео но в общем вот-вот оно выйдет и значит что за эти два дня 31 и 1 у меня произошло значит первое за что я взялась после съемок видео вообще ни за что потому что у меня были по дому дела в огороде дела потом нужно было еще кое-какие проблемы решить и в итоге я только вечером маленько перед тем как начало темнеть маленько приступила к вышивке и догадайтесь какую вышивку я взяла я говорила что я постараюсь сначала закончить изумрудный город да но в общем нет я не закончила изумрудный город я все равно захотела скорее взяться вот за эту вышивку значит повторюсь эта вышивка из набора от жароптицы значит я рассказывала о том как попала ко мне эта вышивка на одном канале у натальи я значит канал крестик за крестиком я по моему не озвучила как называется канал в прошлом видео но я подписала в инфобоксе и конечно же ссылочку оставила в общем канал наталья крестик за крестиком а значит как-то на одном из видео у нее она предложила что разыграть остатки своего набора и я в общем-то поучаствовала выиграла и получила вот такую вышивку и значит давайте покажу вам что у меня получается немножко совсем как я говорила я начала вышивать и вот мои продвижения значит вот такие вот небольшие здесь всего 225 крестиков если тут есть и полукрест но в пересчете на крестике здесь 225 у меня нет саги но я просто полукрестик один считаю как пол крестика вот и все и вот такие у меня на данный момент продвижения небольшие но тем не менее мне понравилось кстати мне понравилось я думала вообще-то здесь у меня получается канва хлопковая канва равномерка да и у нее по моему 30 если я не ошибаюсь нет не ошибаюсь сейчас проверила 30 кант у этой равномерки и значит я думала что ниточки тоненькие и что они будут ну как бы так теряться особенно полукрест думаю будет теряться и я поняла когда сделала полукрест что я правильно сделала что выбрала именно белую вот такую вот не ту которая немножко не линду она немножко такого более молочного оттенка вот именно белую вот эту хлопковую равномерку я правильно сделала потому что вот такие бледные цвета на белом лучше как бы просматриваются и я подумала что ниточки, они как бы тоненькие. Я не знаю, что это за нитки, но будут наверное теряться. Нет, вы знаете, все нормально. Видимо, все-таки вот, если в пересчете на Аиду это 15-й каунт получается, все-таки даже вот один этот каунт, он дает ощутимый результат такой. И крестики такие пухленькие, как бы получаются, и полукрест в принципе просматривается. Ну, в принципе, да, мне нравится, мне понравился этот процесс. Единственное, что хочу сказать по ниточкам. Я вообще как бы очень такой лояльный человек. Для меня для любые нитки это нитки. Но вот такая короткая нарезка меня убила, просто убила. Она, понимаете, не туда и не сюда. То есть здесь, если берешь ниточку, одну ниточку вытаскиваешь, и здесь крест вышивается в две ниточки, то получается не хватает даже на какой-то небольшой участок, чтобы ее дошить. Нужно брать вторую. А если ты берешь две нитки, да, сразу, то остается лишний кончик. И это так неэкономно. Это получается чем короче нитка, тем больше кончиков остается, и мне приходится больше обрезать. То есть это неэкономная нарезка. Сразу я для себя поняла. Хотя я вообще к нарезке непривередлива. Ну, да у меня и не было такого опыта с наборами. Но, тем не менее, вот мне не понравилась такая короткая нарезка. Но я, конечно же, продолжу вышивать. Это безусловно, да. Но вот просто хотела пожаловаться. Оказывается, есть и такое. Потому что вот в изумрудном городе, который я вышиваю, я там сама нарезаю нити, и мне все кажется, что-то как-то коротко отрезала. А оказывается, по сравнению с этим набором, там я вообще длинные нити отрезаю. Ну ладно, все. Это вот, что касается вышивки. Я успела маленько повышивать, и также я успела маленько еще повязать. Значит, я говорила о том, что мне хотелось бы новую пяточку по мастер-классу Киры, сибирская вязальщица, ее канал. Она недавно выпустила мастер-класс на интересную пяточку. И я хотела попробовать эту пяточку связать. И говорила, что вот из этой вот пряжи буду гималайесок с бамбуком пряжа. И значит, я начала носочки. Мастер-класс только на пяточку, поэтому я просто пока вяжу паголинок. И на данном этапе вот у меня что получается. Так, как-то бы хорошо показать вам. То есть, вот я один носок довела до момента, когда я уже буду вывязывать пятку. А второй носок я еще пока продолжаю. Вот его, когда уже доведу до такого же момента, да, и я продолжу уже по мастер-классу вывязывать пятку. Значит, что у меня здесь. Я взяла спицы 2,25. Ниточка довольно-таки тонкая. Но спицы все равно взяла 2,25, а не двоечку. Подумала, что буду как-то потуже затягивать, что-ли как-то поплотнее вязать. Но в принципе, не особо я как-то там усердствую. Нормально все получается. Набрала я 68 петель. Примерно на свой размер хочу вязать. Почему? Потому что я хочу посмотреть, как в эксплуатации эта пряжа. Я ее дарила, эти носочки из такой пряжи. У меня дочь носила, а сама я не знаю. Значит, набрала 68 петель, потому что петельки ниточка тоненькая, спицы тонкие, да, 68. Вообще, я для себя как бы обычно 60 петель набираю. Но решила в этот раз так. И значит, резиночку связала один на один с лицевой скрещенной. Вот такая вот резиночка. Скрещенный у меня немецкий, по-моему, витой набор у меня здесь. Называется правильно, уже не помню. И значит, дальше просто лицевой гладью вязала. Значит, резиночку я связала 20 рядов, а паголинок я здесь связала 40 рядов. И посмотрите, мне так нравится лицевая гладь. Она такая ровная, она вот без ВТО, уже петельки мне очень нравится, как смотрится. Сама ниточка гладкая, такая так спокойно идет по спицам и ложится тоже очень даже неплохо. В общем, мне нравится работать с этой пряжей. Единственное, как я уже говорила, все-таки аллергия немножко все равно есть. Хоть она здесь не такой процент шерсти, может быть какая-то обработка особая, но чувствуется. Не так сильно, как вот с другой пряжей, с той же артисан я работала, но вот все равно чувствуется некоторый дискомфорт. Пока работаю, вот пока вяжу. Чем сегодня займусь? Ну, наверное, несложно угадать. Постараюсь вышивкой позаниматься. Подключусь я, скорее всего, не завтра, а послезавтра, чтобы были какие-то хоть у меня продвижения в моем творчестве, да? И было интереснее смотреть. На этом, пока я закончу это включение и увидимся уже в следующем. Итак, вновь всем привет! Сегодня у нас 3 августа, пятница и я спешу подключиться, скорее показать вам свои продвижения по процессам и, скорее-скорее, бежать уже по другим делам. Ну, некогда, некогда, много дел различных, времени вообще не хватает ни на что. Но, тем не менее, продвижения есть. Да, конечно, небольшие, но есть. Значит, сразу вы видите, я довязала второй носок до момента, на котором закончила первый, то есть до момента вязания уже самой пяточки. У меня готово два носка, да? Два начатыша таких вот. В общем-то, все хорошо, все мне нравится, как оно получается. Сама эта пряжа интересная. Давайте напомню, что это за пряжа. Гималайи сокс бамбу. Вот такая вот пряжа. В 100 граммах 420 метров. Состав у нее 50% мерина супер-вош, 25% полиамид и 25% бамбук. Цвет 120-03. Значит, я вяжу эти носочки, стараюсь вязать вне дома, да? Ну, потому что я говорила, что у меня с шерстью не очень складываются отношения. А когда ты еще это и вяжешь там, где, как говорится, большую часть времени проводишь, да, то оно в воздухе витает, оно оседает, и все равно это все потом, ну, сказывается не очень хорошо на здоровье. Поэтому стараюсь где-то в других местах немножко. И как бы вот у меня что получилось. Но тем не менее, пока я остановилась, можно было бы еще немножко продвинуть. Но я остановилась, потому что теперь нужно перейти к мастер-классу по пяточке, по которому я хочу вязать, да? Я говорила, что я буду вязать по мастеру-классу Киры. Канал у нее Сибирская вязальщица. Я вам давайте оставлю ссылочку под этим видео на этот мастер-класс, по которому я буду вязать носочки эти. И посмотрим в конце этого влога, что у меня получится, если я, конечно, еще до носочков доберусь в этом влоге. Но посмотрим. Я не знаю, насколько он у меня растянется. Помимо носочков, я начала еще один процесс, который планировала в августе. Это значит вот, видите, что у меня здесь такое. Угадайте, да? Но я думаю, те, кто смотрели мои планы, поняли, что это будет, это будущая корзинка. Значит, я взяла вот такую вот пряжу и говорила, что у меня есть остатки. Я вязала себе две сумочки. Одну такую типа авоськи, другая сумка шопер. Это хозяюшка рукодельницы люкс. Это стопроцентный полиамид. Да, и в 50 граммах 140 метров. Не знаю, сфокусируется, нет. Значит, у меня есть еще молочный цвет моточек и два мотка, вот помимо вот этих вот клубочков, еще два мотка бирюзового цвета, вот такого же. Поэтому я думаю, на корзинку мне хватит как раз. Значит, решила, что я хочу прямоугольную корзинку, не круглую. И вот сейчас, пока вывязываю дно, еще полностью не связала дно. Как-то тяжело. Тяжело идет. Вот каждую петельку с таким усилием натирает нитка палец. В две нити, да, я думаю, вы заметили, что я вяжу в две ниточки. Взяла крючок номер 3,5. Не знаю, видно будет, нет. Значит, вот такой крючок. И потихоньку продвигаю. А как раз вот дома я могу вязать эту пряжу, да, то есть это полиамид. Здесь нет ничего шерстяного. Поэтому я ее как раз и начала, когда была дома, да, и вечером что-то повязать захотелось мне. Начала эту корзину. Ну, в общем, буду, конечно, продвигать, буду показывать дальше, что получается. Пока вот что есть. Так, и еще немножко вышивки я вам покажу. Значит, давайте я вам ставлю сначала сейчас фотографию, как вышивка выглядела на начало этого влога. Да, я вам показывала в прошлом включении. И, значит, за эти два дня, как я продвинула эту вышивку. То есть я вот эти два дня брала в свободное время вот эту вышивку в работу. Значит, у меня, если по статистике, прибавилось 510 крестиков за эти два дня. Ну да, вот такая вот у меня скорость. Небольшое вышивание, то есть 200 там с небольшим крестиком в день. Это неплохая, скажем так, скорость. Бывает и меньше, но бывает, конечно, и больше. Бывает, но это редко. Значит, что у меня здесь появилось? У меня начала вырисовываться мышка. То есть последний раз я показывала. Вот сама толком не помню сейчас уже, что у меня было, да, на 1 августа. Ну, в общем, у меня было, помню, что цветочек, листочек начала. Я их отбекала еще вдобавок. И, значит, начала у меня вырисовываться мышка. Значит, ну, уже, думаю, видно, да, заметно, что это мышка. Здесь у меня, я когда бэкстич делала, у меня осталась еще ниточка. Я не стала ее отрывать как-то, да, я думаю, я потом продолжу дальше. Ну, просто мне хотелось, как бы, уже вот какой-то этап завершить, да. Я завершила цветочек, и я хотела его полностью доделать. Потому что я люблю бэкстич делать сразу же. То есть не потом, в конце всей вышивки, да, заново всю вышивку на пяльцы надевать. Нет, я люблю походу. Вот как я отшиваю в какой-то момент, я так и потом делаю бэкстич. Потом снова переставляю пяльцы, и там снова отшиваю, делаю бэкстич. Я так делаю на зимней тишине, как бы, тоже делаю так же, таким же способом. Значит, поработала с этой вышивкой, мне нравится. Единственное, что, если в сравнении с моими теми вышивками, которые сейчас у меня в работе, это зимняя тишина и изумрудный город, здесь всё-таки гораздо меньше клеточек зашивается одним цветом. То есть нитка короткая, да, она ни туда, ни сюда. Её либо остаётся много, либо её не хватает на какой-то участок. И в то же время, допустим, вот одним цветом какой-то участок я привыкла гораздо дольше и больше вышивать, чем вот здесь, на этой мышке. Здесь как-то совсем маленькие, помаленьку, крестиков этого цвета, допустим, какого-то, да, определённого. И надо уже новую нитку вирать. Немного меня это, ну, как-то тормозит, что ли, да. Я не привыкла так. Не то, что я не умею, я просто не привыкла. У меня на тех вышивках гораздо больше отшивается одним цветом, и поэтому я здесь как-то немножко из-за этого торможу. Но ничего, тем не менее, всё равно получается, мне кажется, очень даже неплохо. Буду продвигать. Не знаю я, сегодня я возьмусь за эту вышивку или возьму уже что-то другое. Я и так как бы уже три дня с ней провела. А в планах у меня было начать только вышивку новую, а не завершать её, да. Ну, на данный момент, если вот судить по крестикам, то у меня где-то 700 с лишним крестиков. Даже тысячи нет, да. Может быть, доведу до тысячи и потом возьму что-то другое в работу. Посмотрим. Так, в общем, это пока что всё, что у меня было продвинуто. На данный момент немного, а может быть и наоборот неплохо, в принципе, за два дня. Я считаю, если учитывать, что я ещё успела много других каких-то дел, да, бытового характера, то я думаю, что, в принципе, и продвижения неплохие. Всё равно у меня бывают моменты, когда я могу что-то для себя, для души, да, делать. То есть всё равно есть такое время, и это уже радует. Всё, на этом я пока заканчиваю своё включение, и увидимся уже с вами через секунду. Итак, вновь всем привет! Сегодня у нас 7 августа, понедельник, и я продолжаю свой вязальный влог. Думаю, что пока что его не закончу. Ну, хотелось бы, чтобы были какие-то более масштабные продвижения, но не получается. Если честно, совсем не получается. Я хотела, вообще-то, как бы через день заниматься съёмками, да. Последний раз я подключалась, это было 4 августа, если я не ошибаюсь, я уже не помню. И думала, ну, в воскресенье подключусь. Нет. Я вчера, то есть в воскресенье, почти что ничего не успела сделать из рукодельного. Единственное, что у меня есть вышивальный финиш один, но об этом чуть позднее. Но это было буквально уже поздно вечером, и некогда. Весь день у нас был занят бытовыми делами. Мы собирали мебель в детскую для дочери, поэтому вообще некогда было присесть. Очень устали, и ничего особо-то и не хотелось. Так, ну ладно, давайте сначала немножко, как бы, получается, вернёмся. Все дела у нас, у нас все дни были заняты. И даже, получается, в субботу, в субботу мы привезли пианино для дочери. Она учится у меня в музыкальной школе, и вот в этом году уже инструмент нужен дома. Она в прошлый год уже весь год занималась на фортепиано, и то есть нам инструмент теперь нужен, конечно же. Поэтому я говорю, то есть все дни были заняты. А чтобы привезти домой этот инструмент, это целый квест. Это просто никогда не приносите, не берите домой, особенно на большие этажи, и не доносите эти тяжеленные инструменты. Мы хотя бы живём, получается, в частном доме, то есть нам очень высоко не надо было его поднимать. Но я не представляю, как его по этажам контуют. Это, конечно, ужасно. Так, ну ладно, значит, что у меня продвинулось? Совсем ничего. Это вот эта вот корзинка, которой я продолжаю заниматься. То есть, значит, вот у меня стоит маркер, в последний раз, где я вам показывала дно. Я ещё немножко провязала дно, получается, да? То есть вот так вот у меня вот сейчас уже формируется корзиночка. И, значит, здесь я ещё провязала два ряда столбиками без накида, и сейчас уже прошла один ряд столбиками с накидом. Я думаю, что так будет побыстрее, и сейчас уже не так важно, чтобы вот такая сильная плотность, как вот здесь вот была. Это было очень тяжело вязать, именно из-за того, что здесь очень плотное такое вязание получается. Вот я имею в виду вот это дно, да, столбиком без накида. И на данный момент я вот совсем-совсем немного продвинула. Ну, очень сложно, очень туго натирает нитка пальцы, крючок очень плохо проходит. В общем, ну, это тоже такое ещё вязание. Но я думаю, что столбик с накидом уже будет получше. И для того, чтобы формировались вот здесь вот по бокам, как бы такие более-менее прямые углы, я делала здесь ещё по две убавки с каждой стороны, когда начала вязать столбиками с накидом. Ну, не знаю. Дальше надо, нет будет мне их делать. Я боюсь, что она может идти на вот такое вот расклешение, да, как бы расширяться кверху. Я не хочу такого эффекта, я, в принципе, хочу прямую. И поэтому, возможно, я ещё в следующем ряду сделаю по одной убавке по углам. То есть провяжу два столбика одним. И думаю, что так будет получше она смотреться. Здесь потом, говорю, можно будет какую-то картонку, допустим, положить как-то. Или вшить, или ещё что-то придумать для фиксации. Потому что она жёсткая, но она всё равно, это же материал, да, эта ткань, она не до такой степени вот зафиксирована вот так вот. Ну, в общем-то, работаю пока что. Начала вот последние два вот этих вот моточка этого цвета. Ещё у меня есть молочный цвет. Вот один я тоже планирую его пустить. Может быть, потом полосу пущу какую-нибудь, или, ну, не знаю, несколько полос посмотрим. Может, только в конце. Мне, в принципе, не принципиально, чтобы там было как-то уж супер красиво, да. То есть, ну, я думаю, будет нормальная такая корзинка. Сейчас она у меня, на данный момент, я её не измеряла. И у меня, наверное, нет сантиметра, нет, есть у меня сантиметр под рукой. То есть, можно измерить её, ну, примерные параметры. Потому что, естественно, что она такая подвижная. Так, ну, где-то 20, получается 20 на 12 примерно, на 11. То есть, ну, вот я думаю, что я её хочу просто повыше связать, да, повыше. И чтобы туда можно было какие-то складывать мелочи, вплоть даже, может быть, ежедневник положить, ежедневник и канцелярию, допустим. Ну, что-то вот такое. Хотя, всё может поменяться на ходу, поэтому не обращайте внимания на мои пока что предположения. Там будет видно, что дальше. Так, ну, а сейчас давайте я вам покажу вышивку, значит, которую я завершила. Буквально вот вчера вечером уже, думаю, не пойду спать, пока не довышиваю уже последний этап. Значит, я вам ставлю сейчас скриншот, да, как выглядела у меня вышивка на начало месяца. Я её взяла первый раз в этом месяце вчера и закончила. Нет, 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 я обманываю вас. Я взяла её в этом месяце второй раз. Просто я вам не успела ещё показать, да, то есть вот за эти три дня я всё-таки два раза к ней приступала. И, значит, у меня получается, это волшебник изумрудного города, да, то есть сэмплер от Савиного леса, это сэмплер. Да, кстати, у меня уже несколько девочек просили, так как эта схема бесплатная, да, я говорила об этом не раз, что я её с интернета себе просто скачала. И тоже так же на вышивальном канале на одном я увидела, что есть вот такой сэмплер, мне понравился. Мы с дочерью немножко истории, да, буквально недавно прочитали вот эту вот книжечку. Сейчас продолжаем читать следующую, уже третью, получается, книгу из этой серии. Или даже нет, нет, мы даже уже четвёртую читаем, Огненный бог Маранов. Поэтому, то есть мы уже читаем четвёртую книгу из этой серии. И хотелось бы на память оставить, да, то есть вот Элли оставить, потому что, ну, дочь была под впечатлением от этой сказки. И я думаю, как раз, кстати, мне попался на глаза этот сэмплер, и я его решила вот перенести в будущую подушку. Это будет будущая подушка. Ну, значит, вернёмся к тем дням, чем я занималась на этой вышивке, что я довышивала. Значит, я довышивала, получается, вот этот воздушный шар, на котором Гудвин потом улетит один, не успев с собой забрать Элли. И, значит, дальше здесь ещё будут вот такие, как бы, схематичные горы, да, из-за которых прилетела Элли, и из-за которой она улетит. Туфельки, серебряные туфельки, и домик в Канзасе, тут небо, я так предполагаю, облака. Да, в общем, всё вышивалось несложно, единственное, что здесь вот у воздушного шара бэкстич, да, вот этот вот мне, ну, до лса не так просто. Здесь я делала, как бы, закрепляла нить, так, поближе. Конечно, не идеально, я согласна буду с теми, кто скажет, что не идеально, но я только учусь, как говорится, я стараюсь, как могу. Ну, в общем, вот, что у меня на данный момент получилось. В принципе, мне кажется, что всё неплохо. Дальше, очень сильно я намучилась вот с этими серебряными туфельками, потому что я здесь пяти там вышивала крестики, то есть четверть крестики вышивала, и это было ужасно. Можно было вышить просто крестиком, но, знаете, они как-то мне показалось скучновато будут смотреться, потому что здесь, наверное, не очень хорошо сейчас видно, но здесь два цвета у этих туфелек, то есть вот серый цвет такой идёт и более стальной, это как бы подошва, каблук, и ещё белым здесь украшения такие сделаны. Возможно, после стенки будет лучше видно, но это всё было вышито четверть крестиком, и это, конечно, ещё то произведение искусства, то есть, ну, для меня это было очень непросто, очень. Поэтому, ну, ну, зато они получились очень даже симпатичные, издалека очень даже здорово смотрятся. Хотя до этого я уже пробовала так вышивать туфельки, мне не понравилось, абсолютно не понравилось. У меня крестики просто, ну, ужасно ложились, я не распускала ничего здесь, нить не обрезала, заново не вышивала, но, тем не менее, мне не понравилось. И я подумала, что всё-таки это, наверное, не моё, но, как вы видите, видно, что прогресс всё-таки налицо, да, я попробовала, там у меня сразу не получилось, а здесь гораздо лучше, по крайней мере, я считаю, что здесь у меня уже гораздо лучше получилось вышивать четверть крестиком, вот. Значит, работа готова, не постирано, не поглажено, буквально я вот сейчас с утра снимаю, да, буквально я вчера перед сном закончила её, мне ещё некогда было её не погладить, не постирать, поэтому я этим займусь, да. И хочу ещё вам, значит, немножко статистики рассказать, может быть, это интересно, получилось, что я вышла на этой неделе, ну, на прошлой уже, получается, неделе, 1227 крестиков вот в этой работе за неделю. И, в принципе, завершилось, у меня получилось по сумме, вот, все крестики, которые я считала, да, каждый раз, как бы для статистики, у меня получилось 10750 крестиков, а заявлено было 11476, но я не считала, не бэкстич, когда я здесь оформляла, да, какой-то, это эротики где-то, и вот, допустим, как вот здесь вот, да, стропы у воздушного шара, и к паукам вот эти вот всякие лапки, да, то есть я это не считала, и фрузилки, я тоже не считала, как они пересчитываются, вот в саге, я не знаю, поэтому я их не считала, ну, вышивала и вышивала, да, конечно, я на них тратила время и немало, но, тем не менее, также я не считала вот эти вот звёзды, да, элементы, которые вот были совсем для меня новые здесь, ну, в общем, тем не менее, я считаю, что проработала я очень даже неплохо, я меньше, чем за три месяца вышила вот эту вот вышивку, и я очень довольна. И ещё хотела вам показать ткань, в которой я буду оформлять эту вышивку, у меня остались кусочки от штор, то есть я шила шторы в детскую, конечно, сейчас не очень передаётся ткань, к сожалению, может быть, если я положу какой-нибудь белый лист, ну, не совсем, не совсем, конечно, передаётся, знаете, такой цвет капучино, цвет капучино, кофе с молоком, ну, такой приятный цвет, и, конечно, он немножко такой хамелеонистый, ну, так как это шторная, да, партиерная ткань такая, ну, в общем, я хочу эту ткань использовать вот для, получается, основного цвета в этой подушке, то есть у меня, я думаю, предполагаю, что будут панели вот так вот по бокам, да, это как центральный рисунок будет, и задняя часть подушки тоже полностью будет из этой ткани. У меня осталось два довольно-таки приличных отреза, естественно, мне не хватит одной вот, одного отреза на то, чтобы сделать полностью задник, да, подушки, но, тем не менее, я считаю, что даже если я сделаю из, получается, кусочков, да, это будет тоже неплохо смотреться, ну, типа пэтчворк какого-то, хотя я не умею, не умею пэтчворк шить, поэтому даже не буду браться за это, нет, я пытаюсь передать цвет ткани, но не очень это получается у меня, к сожалению, ну, в общем, вот, значит, пока, наверное, на этом всё, я буду заканчивать, вот пока что всё, что я смогла продвинуть, ну, да, я два дня, получается, потратила на вышивку, и также два дня где-то на эту корзину, вчера у меня практически был вообще никакой день, так что, ну, вот что есть. Надеюсь, что я ещё подключусь, не знаю, правда, когда, может быть, завтра вечером, потому что в среду я работаю, и мне будет не до подключения, хотелось бы влог на этой неделе выпустить, если только в четверг подключиться, уже заключительно, у меня здесь ещё намечается, кстати, интересная посылочка, многие, наверное, уже видели на каналах других более больших блогеров, да, ну, я имею в виду по подписчикам, с ними сотрудничает фирма, которая продаёт пряжу под названием Атрика, я не знаю, правильно, нет, я произношу, но, в общем, ко мне тоже обратилась эта компания со своим предложением, да, с сотрудничеством, и, как бы, я жду от неё пряжу, там один артикул всего лишь будет на одно изделие, по которому я буду снимать МК, но давайте, я надеюсь, что я получу уже на этой неделе посылку, потому что она уже в пути, и уже совсем недалеко от нас, в Екатеринбурге, насколько я посмотрела сегодня с утра, так что, ну, день-два, и она должна прийти, по идее, поэтому я, может быть, в следующем подключении вам уже покажу эту пряжу, и расскажу, что я буду вязать, и какой мастер-класс у меня выйдет на канале из этой пряжи, всё, пока на этом я заканчиваю, и уже увидимся с вами совсем скоро. Всем вновь привет, сегодня у нас, получается, уже 10 августа, это я вспоминаю просто, какой август у нас, потому что я работаю по сменам, и для меня существуют только мои смены, а какое число, я, как обычно, забываю. Так, сегодня 10 августа, четверг, и я хочу закончить этот, как бы, влог, да, и уже, может быть, надеюсь, надеюсь, что мне получится его смонтировать сегодня же, и завтра выложить уже на каналы. Значит, что хотела вам показать? Сразу хотела показать вам в кадре вот эту вот вышивку, я её постирала, я её отгладила, отпарила, и посмотрите, какая красота получается, мне очень нравится, что у меня вышла вот такая вот прекрасная вышивка, и, конечно же, теперь она ждёт оформления в подушечку. Значит, по этой вышивке я уже много что говорила, теперь хочу вернуться к ткани, да, на которой я вышивала. Значит, вот такую вот ткань я покупала на Валберис, здесь 30% вискоза, 20% лён, чувствуется и лён, потому что здесь были такие волокна, которые даже можно было вытащить, да, растительные волокна, вот кто вязал из льняной пряжи, или с составом, в который входил лён, да, тот знает, какие там бывают волокна, здесь точно так же, некоторые волокна прям выставлялись, и было желание их оттуда вытащить. Также вискоза, вискоза придавала этой ткани такую, знаете, струящесть, то есть она такая была пластиичная, гибкая, почему говорю была, потому что когда я её замочила, эта ткань себя, в общем-то, повела как вискоза, как бамбук, да, то есть она стала немножко дубовой, я была очень удивлена, и после того, как она у меня высохла, я её начала гладить, и она не стала вновь такой мягкой, какой была вот в самом первоначальном своём виде, да, когда я начала на ней вышивать. Она, да, она стала мягче, она стала пластичной, но вот если честно, вот если бы на такой я начала вышивать, мне было бы приятнее, чем на той, которая она была изначально, она была уж, ну, не знаю, извините за такое слово, сопливая, совсем сопливая была, а сейчас она всё-таки более такая, может быть, она немножко подсела, может быть, за счёт этого она стала немножко более жёсткая, но, тем не менее, мне очень нравится, что получилось, и я, в общем-то, довольна результатом, да, то есть вот это мой вышивальный финиш, и, наверное, это первый мой вышивальный финиш за последнее время, но я надеюсь, что будет не последний в этом году ещё. Так, наверное, об этой вышивке всё, больше мне нечего сказать, буду её оформлять, когда оформлю, не знаю, не буду даже загадывать, конечно, буду стараться в ближайшее время, но пока ничего не могу точно сказать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А сейчас давайте продолжим, я вам покажу, что же я ещё продвинула из вязания за это время. Как уже не раз говорила в этом влоге, времени совершенно нет ни на какое вязание, но хотя бы по чуть-чуть, я всё-таки стараюсь. Значит, моя корзинка сейчас находится вот на таком вот этапе. Давайте покажу, вот у меня маркер, где был, когда я последний раз вам показывала, и до какой степени она выросла. Я говорила, что она у меня будет расти, пока я не вывяжу все моточки. Вот здесь вот остались уже вот такие моточки, и ещё я хочу включить сюда молочный. Хотя вот думаю, если она будет очень высокой, если она будет очень высокой, я, наверное, подогну, подогну её бортики. Ну, пока не знаю. Пока вяжу, что будет получаться, посмотрим, да? То есть всё буду вам, конечно же, показывать. Так, у меня под рукой, наверное, сантиметра нет. Так, сходила за сантиметром, чтобы померить, какой высоты у меня уже получается эта корзинка. Так, 9 сантиметров, не знаю даже, до какой степени я хотела бы её вырасти. Ну, может быть, ещё на 9 сантиметров, и было бы, наверное, достаточно. Так, ладно, значит, что касается корзинки, как видите, маленько продвигаю. Дальше я ещё связала два мотива для пледа, всего лишь два. Сегодня у нас уже получается 10 число, у меня два мотива. Мне нужно 20 мотивов как минимум в этом месяце, да, хотелось бы связать. Значит, в этот раз я вязала вот из этой пряжи. Это от Дропс Фаббл пряжа, тоже носочная, 75 шерсти, 25 полиамида. И она очень тоненькая. Я думаю, что пусть она у меня пойдёт в мотивы. Значит, вот вяжу, пока столько связано. Надеюсь, что в ближайшее время у меня будет ещё какое-то продвижение. Но что у меня ещё произошло? Помимо того, что времени нет, да, я вообще за эти дни, кстати, к вышивке не притрагивалась. То есть, я только, если что-то и делала, то вязала. Но я в вязании много времени потратила на отвязывание образца. Значит, сейчас хлопок. Значит, давайте сначала параметры посмотрим, что это такое. Состав пряжи 80% хлопок, 20% акрил, 50 грамм моточек, 100 метров в 50 граммах. Цвет вот такой вот тёмно-синий. Он очень тёмный. Немножко вам высветляет на камеру. На самом деле он, ну, наверное, вот как вот здесь вот показан. Вот такой вот. То есть, очень насыщенный тёмный. Для чего я заказала именно эту пряжу? Я хочу связать для своей дочери жилетку в школу. У нас форма тёмно-синяя, основной цвет. И поэтому я решила, что пусть у нас жилетка тоже будет тёмно-синяя. Не какая-то там молочная, бежевая и так далее. А именно тёмно-синяя, чтобы не выделялась сильно, да, не отличалась в повседневной носке. В повседневной носке. Потому что праздничная форма, конечно, там предполагает и белые, да, цвета. А вот в повседневной, не думаю, что мы будем только по праздникам носить эту жилетку. Поэтому я решила, что пусть будет вот такой вот цвет. Да, я буду снимать на этот жилет мастер-класс. И, конечно же, надеюсь, что ближе к сентябрю или в начале сентября этот мастер-класс уже будет у меня на канале. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Хочу связать базовый, но с изюминкой, да, с какой-то жилет. Значит, такой вроде бы и классический, но и совсем классический мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы что-нибудь было такое более-менее стильненькое, да. Поэтому моделька, мне кажется, будет интересная. Ждите, будет мастер-класс, и я вам все расскажу. Вернемся к пряже и к магазине жилета, потому что у нас, в принципе, только в демисезон может быть холодно, да. А так, когда отопление в школе, там тепло. Поэтому я и не хотела какой-то шерстяной жилет. Я хотела именно такой, чтобы он был более облегченного варианта в плане состава. И здесь 80% хлопок, я думаю, что это будет, ну, в общем-то, довольно-таки хороший и теплый, и в то же время не такой жаркий, да, парящий жилет. Значит, я связала образец. Я вам сейчас покажу, как образец выглядел до ВТО. И после этого подключусь, я уже покажу, как я его, когда постирала, как он сейчас выглядит. Итак, хочу показать образец, как выглядит до ВТО. Вот в таком вот состоянии он находится. Цвет, конечно, ну, вот он передается вам более светлый. На самом деле он еще более темный, но все равно у него есть такой оттенок чернильный какой-то. Очень красивый цвет. Очень мне нравится. В общем, значит, я связала образец. У меня здесь резиночка один на один. Она резиновая, прям вот, ну, просто резиновая. Очень мне понравилось. Значит, и резиночка два на два. Она уже, конечно, не так, но все равно, все равно до ВТО. То есть, я хочу показать сначала вам до ВТО, как выглядит. Два номера спицы. Я использовала номер 4 и 4,5. Значит, и здесь у меня английская резинка. Не английская, а-ля английская резинка. И мне это тоже нужно для моего изделия. Поэтому я здесь тоже пробовала. Понятно, что здесь, если вязать ее, включать в основное изделие, то нужно будет укороченные ряды вывязывать. Ну, значит, с этим будем как-то разбираться. Я сейчас сделаю все замеры. Уж не буду на камеру делать, чтобы, во-первых, не занимать ваше время, да, пока я тут буду. Да и не очень удобно, если честно. И запишу это все и отправлю стираться. И уже потом, в основном, в включении влога, да, покажу, как этот образец будет выглядеть после ВТО. Немножко на лицевой глади здесь видна рядность. Но, может быть, в этом есть кое-какая причина, да, не буду о ней говорить. Но, в общем, обратно-поворотными у меня всегда рядность больше, чем круговую, если я вяжу. То есть, вот так вот сейчас выглядит образец. Довольно большой образец я связала специально, чтобы он был более информативный. Тем более, что изделие я планирую вязать обратно-поворотными рядами. Поэтому я считаю, что этот образец будет, в принципе, как раз такой, какой нужно. Прошу прощения за свои руки. Лакокрасочные работы. Так, значит, ну и давайте я вам покажу, как выглядит образец вот сейчас. Надеюсь, конечно, я буду стараться, чтобы в мастер-классе такой цвет все-таки было понятно, видно, да, что я делаю, как я провязываю. Значит, этот образец я вам сразу скажу. Я, когда сделала замеры, да, вот до ВТО, после ВТО я так же вот все измерила, и сейчас он абсолютно не изменился. Я никак его специально не натягивала. Вот просто постирала, положила, все, он так высох. Единственное, что когда я измеряла, я вот здесь вот как до ВТО, так и после ВТО распрямляла, да, края, чтобы, ну, более точно измерить. И, как видите, может быть, вы, он, в принципе, не изменился. Вот как выглядят петельки. Мне очень понравилась резинка один на один. Она, во-первых, и выглядит очень презентабельно здесь. И она прям резиновая. Она возвращается обратно. Также мне понравилась и а-ля английская резинка. То есть, как бы тоже очень даже неплохо выглядит. И в лицевой глади тоже все довольно-таки неплохо. Здесь есть небольшая рядность, но я страдаю этим в обратно-поворотных рядах. Конечно, я буду за этим более внимательно следить, когда буду вязать уже жилет. Буду стараться, чтобы натяжение было у меня получше. И еще что хотела сказать. Здесь у меня на лицевая гладь выполнена на спицах 4 и 4,5. Я буду для себя выбрала, что я буду все-таки поплотнее вязать спицами 4. Также и английскую резинку. Ну, а по поводу английской резинки, что еще хотела сказать. Она, как видите, полотно стягивает. То есть, высоту она его стягивает. Поэтому мне нужно будет в моем жилете вязать укороченные ряды. Именно в английской резинке. Но я думаю, что я как-нибудь уж с этим справлюсь. В общем, вот такой образец. Да, большой образец. Я прям почти что больше половины матка извязала вот на этот образец. Но зато, я думаю, он будет информативный. Теперь я буду снимать уже петельную пробу. Да, плотность высчитывать в вязании. И начну вязать этот жилет. Буду, конечно же, стараться все более подробно снять на камеру. И все вам объяснить в мастер-классе. Так, и значит, раз уж мы заговорили. Да, еще что хотела сказать. В этом магазине еще предоставили вот такой вот бонус. Это бирочка, связанная с пряжей Атрика. Ну, тоже вполне можно будет, как хотелось. Захотелось. Ну, есть необходимость, да, кое-какие покупки прикупить. Я вот, допустим, поняла, что мне не хватает, так как у меня было в работе аж три вышивки подряд, да, мне не хватает магнитов. Я вот приобрела вот такой магнит. Слушайте, он такой крепкий оказался. В общем, мне понравился этот магнитик. Вот такой вот простой. Самый, в общем-то, дешевенький из того, что я там выбрала. Тут мышонок читает. Ну, читает. Немножко не вышивальная тема. Но, в общем, магазин Хобби ПРО. То есть, кому интересно, заходите. Магнитик хорошенький, крепкий, хорошо держит. Значит, дальше. Также к вышивальному вернусь. У меня есть вот такая вот вышивка. Я уже показывала, да. Я ее хотела бы оформить для дочери в комнату. И мне, конечно же, под нее нужна рамка. И я посмотрела на сайте. И все, что я смогла подобрать, чтобы и под дизайн подходило, да. И как бы к этой вышивке и по размерам вот такая вот рамка. Я уже из этой фирмы заказывала, да. Предыдущие рамки я вам показывала. В общем-то, мне нравится, какие рамки они производят. Вот такая рамка. Здесь немножко такая бежевая, как бы, я даже не знаю, как сказать, сама рама, да. То есть, здесь такая, она не фактуристая. Ну, как, она тут с бордюрчиками, да, вот со всякими. Но вот такой интересный рисунок здесь подобран. У нас просто получается в детской у дочери как раз мебель. Там есть вот такие вот бежевые какие-то абстракционные такие картинки. Ну, не картинки, фасад, фасад, да, в таких тонах. И я думаю, что, в общем-то, будет очень даже неплохо. По размеру вроде бы все подходит. Единственное, что, конечно, нужно будет натягивать вот эту вот вышивку. Я буду как-то стараться. Не знаю, как у меня это получится. Но все, что будет получаться, я вам обязательно буду показывать. Да, то есть, как это у меня получается, что у меня получается. Так, еще, конечно, были кое-какие покупочки на Валберрис. Я обычно покупаю там муку по 10 килограмм аж беру первого сорта. Но для чего? Я как-то однажды говорила о том, что хлеб мы теперь не покупаем в магазине. Мы его пекем сами. Мы купили хлебопечку. И очень, знаете, классная помощница. Потому что теперь, помимо того, что мы хлеб вообще не покупаем, да, ну, единственное, что теперь я закупаю с мукой. На Валберрисе я покупаю муку первого сорта. Она для хлеба мне как раз и нужна. Да, и еще я ржаную покупаю, цельнозерновую. То есть, все это я покупаю там. Это дешевле, чем в магазинах. И это выгоднее получается. И мне так удобнее, что не надо искать по магазинам, где какая мука. Потому что у нас такую муку продают не в каждом магазине и не всегда. Да, то есть, еще нужно побегать и поискать. Вот. И, значит, я пеку хлеб каждый день до через день. То есть, у нас получается где-то в три дня я два раза точно пеку хлеб. Вот так вот. Но это быстро. Я уже привыкла. Я уже даже не на глаз, а я уже не заглядывая в паспорт, да, то есть, в инструкцию по хлебу, не заглядывая, знаю, сколько какой муки, сахара и так далее, мерными ложками все это положить. Поэтому для меня это уже дело десяти минут. И я хлеб поставила. А дальше он сам. Все там делается само. Замешивается. Растойка происходит, потом выпекается, да. То есть, все это само. Единственное, что вот дрожжи тоже, да, нужно покупать, как бы, тоже немало так их уходит. Но, тем не менее, получается все-таки и вкуснее, и булочка получается гораздо тяжелее, чем в магазине, да. То есть, ну, есть разница. Помимо этого, меня очень радует хлебопечка в плане того, что я теперь не замешиваю тесто вручную. То есть, я могу просто замесить тесто на те же пироги какие-то, да, там, на пельмени, на чебуреки. Я все замешиваю там. На пельмени это очень даже такое непростое занятие замешивать, да. А хлебопечка отлично все замешивает. И еще в этом году мы очень часто пекли с дочерью наш любимый ягодный пирог. Заливной ягодный пирог, который делается на основе песочного теста. А песочное тесто это масло и мука, да, и это все руками надо мять. То есть, это, ну, я его делала редко, только потому, что мне вот не хотелось возиться с этим тестом. А вот в этом году мы, я не знаю, ну, раз в 10, если не больше, мы точно делали. Вот когда ягоды были, сначала сжималось, потом малина, вот мы делали такие вот вкусные пироги, десерт. Вот поэтому, ну, мало ли, кому-то интересно, да, рекомендую заиметь такую помощницу. Все-таки в хозяйстве, ну, классная вещь. Так, и, наверное, на этом все. Были еще кое-какие у меня покупочки на Валбрис, но это уже более такого личного характера. Не знаю, интересно вам нет, пишите, может быть, я тогда и расскажу, да. Значит, все, на этом я видео свое заканчиваю. Да, у меня еще на самом деле была готовая работа в вязании, но это сезонные носочки. И я постараюсь, я их вот сейчас постирала, они у меня сохнут. Я постараюсь на следующей неделе выпустить уже видео небольшое именно по этим носочкам. То есть, ну, все равно немножко-немножко, но я продвигаюсь, да, в своем творчестве, в своем рукоделии, поэтому не совсем я отвлеклась, отошла от этого, да, то есть немножко все равно у меня хобби мое, да, присутствует в моей жизни. Все, на этом я благодарю вас всех за просмотры. Спасибо, что оставались все это время вместе со мной. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Впереди у нас много интересного. Не забывайте о том, что мастер-класс скоро будет. И, конечно же, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока!